итак сегодня мы расскажем про один случай который мы наблюдали в центре эта женщина обратилась к нам с проблемой перелома шейки тазобедренного сустава и как и всегда проблема заключалась в том не никак ее реабилитировать а почему она упала и именно вот этот вопрос почему человек ломает шейку бедра который должен звучать постоянно в головах у докторов и они должны искать ответ на этот вопрос вот этим вопросом задались и мы поэтому сейчас доктор т.о. расскажет до чего он докопался в результате этого случая я расскажу про то как должна быть видоизменена реабилитация женщины у которой по сути прогрессирующее нарушение речи и походки и это прогрессирующее нарушение походки привело ее к перелому шейки бедра значит история ты 60-летней женщины то есть ей было шестидка на к нам обратилась начинается в далеком 2015 году когда она в холодное время года внезапно отметила трудности во время выхода из автомобиля то есть ей было сложно встать вместо водителя она водила машину это был первый эпизод после которого она начала ходить уже держать за руку на своего супруга феврале 16 года проводит мрт головного мозга это мрт в дальнейшем будет представленным его обсудим где заключение которое звучит следующим образом оболоченное образование нижней трети фалькса мр признаки ангиэнцефалопатии гиперастоз тиши лобной лобной кости и значит в дальнейшем рекомендует дополнить исследование контрастным усилением значит ее консультирует нейрохирург говорит что оперативного вмешательства это не требует весной 16 года у нее отмечается падение на беговой дорожке вот падение это отметилась во время ходьбы назад она не смогла оторвать стопу от пола со слов значит мая 16 года она впервые заметила смазанность речи в августе 16 года обращается к неврологу и выставляется диагноз болезнь штрумпеля значит проводится генетическое обследование с пастой ATL1 которые оказываются отрицательными значит в июне 18 года она поступает она получает закрытый перелом и уже по моему она попадает уже к нам дополнение к этому анамнезу семейный анамнез отрицательно никто не носила никогда не ходунков ни костыли ни у кого не было нарушение координации смазанности речи значит она вводит в активность ежедневной жизни на самостоятельно вводит машину значит по со шкалу ежедневной мочеиспускание отмечается дриблинг мочи подтекание мочи поперхивается от твердой пищи например орехи и она сама заметила что у нее появились неадекватные приступы смеха или плача неадекватные к ситуации мы это расценили как псевдобульбарный аффект неврологический осмотр примечательно следующие вещи значит фасцикуляции нет речи спастическая сила мышц верхних конечностей 4 плюс почти полная сила мышц ног 4 балла в тонус отмечается в руках 2 балла по эшфорту значит кроме того мы видим пирамидные знаки с рук это рассолима с ног выраженный бобинский клон стоп до трех ударов рефлексы с ног три ну рефлексы полностью 3 плюс также мы видим маринеска в остальном все более или менее стабильно ну кроме походки которые мы расценили как спастическая значит значит на серии видео мы можем увидеть следующие моменты значит вы здесь мы видим палец палец нос палец пробу мы не видим значимый интенсионный тремор значимый атаксию некое замедление ничего этого нет проба тевинара но мы ее называем пул и пуш тест мы здесь видим что есть что есть а рефлексия то есть нога абсолютно не пытается скомпенсировать она падает мы также видим ее особенностью походки если обратить внимание то можно увидеть что она немножко спастичная она у ну формально нам можно это расценить как как походку солдатика значит сейчас я постараюсь если будет если техника нам позволит воспроизвести ее голос скажите пожалуйста 333 минус 33 ну собственно этот голос изначально я его мы очень долго думали как вообще это описать это то ли скандированность такая выраженная туалета спастика но мы остановились на спастичности и так значит впечатление у нас сложилось следующим образом значит мы видим женщину 60 лет с прогрессирующим преимущественно нижним спастическим тетропорезом выраженной спастической дизоатрии псевдобульбарным синдромом и так я специально добавил вот это вот для студентов которые возможно будут такие смотреть значит диагноз мы выставляем синдромальный это синдром прогрессирующего спастического тетрапореза со спастической дизартрией, топируемый его в верхний моторный нейрон. Дифференциальный список у нас достаточно большой. Значит, первичный боковой склероз, наследственные спастические параплегии, их достаточно большое количество. Значит, миелопатия, ассоциированные HCLV1-вирусом, болезнь лайма, латуризм, конза, структурная аномалия спинного мозга, интрамедулярные, экстрамедулярные, их достаточно большое количество, лейкодистрофии, их тоже большое количество. Итак, если немножко ещё более углубиться, то вот это вот всё, это дифференциальный поиск, которым можно прибегнуть только в одном случае, если мы не видим дизартрию. Но так как мы видим дизартрию, всё это откидывается. В дальнейшем, из-за того, что мы прям поинтересовались, она не употребляла корнем маниоки, это растение называется маниока, она его не ела, и, соответственно, она не употребляла длительное время индийский горох, поэтому латуризм и болезнь конза, мы его тут же исключаем. Это МРТ от 2016 года, оно достаточно интересно на ряд явлений, которые, кстати, можно, конечно, описать как варианты нормы, если бы не одно «но», к которому мы вернёмся чуть попозже. Это данные поверхностной электронейромиографии. Итак, что мы увидели на МРТ? На МРТ мы увидели следующие особенности. Первое, если немножко приглядеться, то мы видим здесь в Т2 гиперсигналы в ножках мозга, мы видим эти же гиперсигналы в мосту. Если посмотреть на флэр, мы видим, что в предцентральной извилине имеется небольшая такая дымка с тёмной каймой по ходу извилины. При этом мозолистое тело, оно не уменьшено. Значит, вот, собственно, возник вопрос, какие же заболевания могут нам давать такие изменения на МРТ? Как вы их расценили? Ну, мы их расценили как валерскую дегенерацию, которая происходит после изменения верхнего моторного нейрона в предцентральной извилине. И, собственно, эти изменения могут наблюдаться при наследственно-спасической параплегии. Эти изменения могут наблюдаться при боковом аммиотрофическом склерозе. Соответственно, основным дифференциальным списком, то есть основными заболеваниями, которые мы начинаем дифференцировать, это наследственно-спасическая параплегия или же это всё-таки один из вариантов бокового аммиотрофического склероза. Соответственно, есть критерии, так как мы не видим признаков ни на электронейромиографии, ни клинических признаков нижнего моторного нейрона, мы начинаем изучать вопрос касательно первичного бокового склероза. Так вот, есть достаточно давние критерии, разработанные и применённые для диагностики первичного бокового склероза, это критерии Прингла. И интересным оказалось то, что было прямо исследовано, что патологически подтверждённых, то есть патоанатомически подтверждённых пациентов ни один не попал под эти критерии. Ни один, ноль. Ноль и 76. И, соответственно, в дальнейшем мы начали думать, как же их дифференцировать. И тут мы возвращаемся к анамнезу. Интересным заключается то, что спустя год после начала моторных проявлений в ногах у неё пошёл распад речи. И это крайне нетипично для наследственных параплегий, потому что в одном из исследований в среднем размах между началом моторных признаков и формированием псевдобульбарных нарушений в среднем от 4 лет и выше. И мы предложили ей провести дополнительные генетические исследования для того, чтобы отдифференцировать в конечном итоге, что это – это спастическая параплегия или это боковой аметеопический склероз. Но пациентка отказалась. И, учитывая клиническую картину, мы всё-таки остановились на том, что это, учитывая то, что всё-таки нарушение речи, попёркивание, спастика, которое прогрессирует немножко быстрее, чем это должно происходить при наследственной параплегии, мы выставляем ей диагноз болезни моторных нейронов – первичный боковой склероз. И, собственно, о чём это нам говорит? Это состояние мы вылечить не сможем, но по прогнозу, по данным литературы, первичный боковой склероз является одним из самых благоприятных вариантов бокового миотрофического склероза. И, собственно, эта информация, в дальнейшем, то, что случилось во время постановки диагноза, сейчас расскажет, наверное, Василий. Значит, идея заключается в том, что она поехала для проведения НМГ к компетентным специалистам, нейрофизиологам, которые огорошили её как обухом по голове сутью этого диагноза, сутью этого прогноза, и сказали, что, ну, как бы делать с этим ничего нельзя, вы ближайшее, ну, там, достаточно быстро умрёте, расслабьтесь и получайте удовольствие от того, от той жизни, которая вам осталась. Но на самом деле с этим что-то можно делать, и можно делать с точки зрения реабилитации, и осуществлять поддержку таких больных прямо нет проблем. Я залез по поводу этого случая в основные принципы оказания реабилитационной помощи для больных с боковым амиотрофическим склерозом, хотя мы их уже наблюдали в нашем центре, и ещё раз освежил свои данные по поводу этой болезни. Значит, основной посыл заключается в том, что мы должны создать большую реабилитационную команду вокруг такого пациента, который будет включать в себя медсестёр, людей, которые осуществляют уход и так далее. И также здесь должен быть врач, здесь должен быть логопед, потому что мы ожидаем проблем глотания. Здесь должен быть обязательно физический терапевт, специалист по адаптивным стратегиям, так я его назвал, ну, occupational therapist, и специалист по нарушениям дыхания. В этом огромном-огромном списке, куда, конечно, входят ещё диетологи, исследовательская группа и так далее. Значит, физический терапевт, его функции в рамках реабилитационной команды заключаются в том, чтобы поддерживать объём движений во всех суставах, заниматься растяжкой, сохранять пациентам аэробные нагрузки. Именно физический терапевт подбирает ортопедические изделия, которые должны быть направлены на то, чтобы предотвратить последующие падения, которые могут возникать из-за отвисающей стопы. Он же должен обучать трансферам семью, и должен обучать трансферам пациента. Физические же терапевты занимаются дыхательной гимнастикой, которая вообще в литературе разбивается на несколько подтипов, я об этом дальше расскажу. Также физический терапевт должен подобрать домашнюю программу и должен участвовать в подборе инвалидного кресла. Он же, физический терапевт, принимает решение, когда инвалидное кресло заменяется на электрическое инвалидное кресло. Специалисты по адаптивным стратегиям должны обучить стратегиям сбережения энергии, ну то есть, понятно, обучить трансферам и так далее. Должны принять решение о брейсах и ортезах для верхней конечности, причём не только для хвата, но и разгрузочные специализированные изделия, которые разгружают при проксимальном паразии, то есть, по типу нашего Саеба, который стоит, Саеба МАЗ. И, соответственно, должны сделать умный дом. И это улучшает качество жизни этих больных. Я вам привёл пример того, как выглядит адаптация жилья умный дом у такого пациента. Компьютер, на мой компьютер, на мой компьютер, это хом контроль software, и вы услышите мне давать вербалку, и вообще контролирует все в моем комнате. Маккоп, Макс. Мультимедия Макс, от вашего служения. Бедром ТВ. Бедром ТВ. Omки-док, the heating system is now on! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И мне показалось интересным, потому что, ну, по крайней мере, я не часто встречал, что приходят такие специалисты и делают дыхательную гимнастику в таком порядке Когда это называется ассистированный выдох и тренинг кашля у таких больных Они это делают по спирометру, прямо замеряют, насколько в ходе этой работы увеличивается активный выдох у пациента Это стратегически важные штуки Социалист по питанию принимает решение о консистенции пищи, потому что он прогрессивно будет падать функция глотания И нужно будет динамично менять все, что касается характера питания Обязательно смотреть на макро- и микронутриенты, решать вопрос о характере пищевых добавок Он же принимает решение о том, что пора пациента установить гастростому Диетолог, то есть, ну, понятно, что в команде, то есть, понятно, что обсуждать Но он первый приходит и говорит, что у меня недоедает пациент, давайте с этим что-то делать Значит, служба психологической помощи, тут вообще отдельная история То есть, я когда углубился, там огромное количество исследований, суть которых мне показалась Ну, скажу, в чем это интересно, что понятно, что мы работаем с депрессией и тревогой у самого пациента Мы работаем с депрессией и тревогой у тех, кто его обслуживает Но мы должны профилактировать суицид, а также мы должны профилактировать суицид Организованным медработниками и ухаживающими Статистически, по опросам, эти пациенты, ну, 70% этих пациентов Согласились бы принять смерть от работников в медицинской среде Или своих лиц, которые за ними ухаживают И есть немалые опасения того, что в мире, учитывая то, насколько страшно это заболевание Ведь сохраняется интеллект и прогрессивно отказывает все Есть немалые опасения о том, что им правда помогают А в ряде стран, таких как Швейцария, узаконено проведение эвтаназии И этот диагноз является входным билетиком для такого учреждения И мы должны работать еще и в этом направлении Суицид может быть ассоциирован с другим человеком Прочие проблемы в виде спастичности, боли, слюнотечения И хирургических проблем в виде пролежней Трахеостомы, гастростомии и так далее Это то, что должно быть также развернуто И по поводу чего мы должны мониторить этого человека Формально Сейчас, когда мы видели на видео, что она неплохо передвигается Она достаточно самостоятельна Уговорить ее заниматься не представляется возможным Хотя на самом деле это нужно сделать, чтобы работать на опережение болезни Но реальность такая, какая она есть Нам не всех удается сподвигнуть на профилактический тренинг Профит которого ты не можешь оценить сегодня, здесь и сейчас Поэтому это то, что реабилитация таких больных Которые не занимались предварительной профилактикой Не проходили психологическую поддержку Их не сопровождали по ходу их болезни Она начинает превращаться в такой траблшутинг То есть решение локальных проблем, когда такой пациент поступает в отделение На самом деле, если его правильно сопровождать, организовывать все то, что было сделано Это будет достаточно мягкое вхождение В достаточно тяжелую, маломобильную жизнь И ты используешь это красивое слово End of life treatment То есть осуществление достойного и качественного ухода Не когда мы там просто обезболиваем и глушим и давим психику А это терапия конца жизни А это терапия конца жизни, когда мы красиво, мягко, относительно безболезненно Относительно адекватно для всех Осуществляем наблюдение за больным и не позволяем ему умереть от болезней Которые в 21 веке не должны убивать людей Пролежней, пневмонии О чем мы тут говорим Поэтому вот такой вот сложный случай оказался Хотя это просто шейка бедра Никто не задался вопросом Почему она сломала шейку бедра И когда мы ее увидели Можно было просто поделать ей механотерапию Расходить и свободно Но один простой вопрос Развернул лекцию на 40 слайдов И целую исследовательскую работу Надеюсь, что это будет кому-то полезно Спасибо